Очень красиво, вроде бы, но на самом деле, действительно очень красиво. В Канаде можно просто переходить дорогу вот так вот напрямик в некоторых местах. Мы сейчас в городке Банф, хотим пойти где-то поесть. Вечером здесь очень миленько. В камере выключилась стабилизация из-за того, что очень холодно. Так и написано на экранчике у меня сейчас. Слишком холодно для стабилизации, извините, ребята. Мы решили поесть сырное фондю. Развлекаемся как можем. Очень удобная бизнес-модель. Вот берешь просто, просто режешь мясо сырое. Говоришь, нате, готовьте его сами. Дайте нам 100 баксов. Да, это фондю. У меня это какой-то там особенный олень. Он называется Винессен. Белохвостый, да. Посередине это дикий кабан. Слева, я забыл, это олень. Большой олень рогатый. Вон как вот тот справа, но его не видно. А у Марты... Слушай, в Эндисен, это олень белохвостый. Олень так само тут. Это бафало, бафало, это как буйвол. И, ну, и коробка. Сейчас Марта сырым будет есть. Она вот любит сырое. А, да, тут еще соусы вот такие. Самые разные. Будем разбираться вообще. Очень странная штука. А запах какой вообще. Жесть. Взяли мы с Марты коньки на прокат. Ёлопат. И он же тогда в зоне катался. Ужас. Еще здесь неудобно оно какое-то все. Надо привыкать немного. Мы катаемся по Лейк Луис. По одному из красивейших мест в мире. Но, правда, сегодня оно выглядит более обычно. Потому что это просто тупо лед. Марта он вышивает вовсю. Лед неровный капец. Ох. Хорошо. Главное не полететь больно. Хочу вообще не летать. Сегодня у нас каток необычный. Да, Мартухин? Лежим. Самый гарный. Да. Лед здесь не самый ровный. Даже и природный. Андрей, давай покажи, якщо он не забывший молодость. не знаю, че я дри казав, а вот это каток с моим кращим видом, який я когда-нибудь бачила. видна трещины какие-то природные на леде. и дурачи, дуже мало людей. Тут кримнас. Так, я раз, Андрей два, хлопчик три. Ну и пару новочков. Четыре, пять, шесть, висим людей на катку. О, девять. Еще тетя. На. Это снимаю я катаюсь. Да. Оно еще снимает? Да. Ууу, дештяк. Уууу. Ууу. 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 Все, можешь за меня. Да? Ладно. Татюня давай. Татюня. Татюня. Кто це спешит нам на зустыричь. Ништяк. Поехал сегодня покататься на копте, это была отличная идея. Мы долго спорили, стоит ли это делать. Правда, конечно, нам сегодня еще 10 часов дороги минимум чистой езды по катку. По машинушке. Ууу. 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 Ножками. 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 Лед неровный, как бы. Может не получится. Все, возвращаемся в Сиэтл. Погодка интересная. Эх, жалко такую красоту покидать. Да, Мартухин? Слушай. Погодка у нас клевая, конечно. Вот впереди еще один мостик для животных. Чисто огромный такой мост сделали, чтобы животные могли переходить через дорогу. Да. Сам баф это, в принципе, по хайвею идет вдоль хайвея. Ну то есть вдоль дороги. И животные, ну когда такая большая скорость, это небезопасно не для животных, не для машин, чтобы они перебегали через дорогу. А все-таки это их территория. Национальный парк. Тут много не только мостов, а еще и под дорогами таких переходов много тонерий для дворин. У каждой там пару километров. Видно, что горы новые. Ну, знаете, когда новые горы, они более острые, более скалистые. Такое впечатление, что прям видно, как кусок плиты технологически поднялся. Сделали людьми проезд скали. В общем-то эти машины не очень торопятся. В общем-то, ты тоже очень торопись. Мы попали в справжнюю зиму. Ты куда бейте? Да. Андрей на лежи хочет. На сноуборд. Пока. Подписывайтесь на наш канал.